ЖЭУ номер один – это 186 многоквартирных домов плюс километры частного сектора. Улицы Чехова, Гоголя, Льва, Толстого, Фрунзе, 17 сентября. В общей сумме порядка 16 тысяч человек. Несколько тысяч адресов – это те, которые в обязательном порядке должны проконтролировать члены смотровой комиссии. По этим адресам проживают граждане так называемой группы риска – одинокие, пожилые, инвалиды, многодетные, семьи, находящиеся в социально опасном положении. Из-за того, что наше ЖЭУ большое, оно было разделено на две смотровые комиссии. Первая смотровая комиссия – это при бывшем первом ЖЭУ, а вторая смотровая комиссия – при бывшем пятом ЖЭУ. Сегодня оно называется «Все первое ЖЭУ». Первым ЖЭУ на сегодняшний день на водной комиссии – 1118. Это семей, которые мы обязаны посетить и с которыми мы должны работать в рамках смотровой комиссии. По этому участку, это был пятый ЖЭУ, да, 1343. Семей, которые мы обязаны посетить. В составе смотровых комиссий – субъекты профилактики. Коммунальники, спасатели, милиционеры, представители образования, газовой и других служб. Каждый контролирует по своей тематике. Исправность проводки, наличие пожарных извещателей – другие нюансы. Все вместе преследуют одну цель – сделать жилище Мазырян максимально безопасным. На вопрос, есть ли польза от работы смотровых комиссий, начальник ЖЭУ номер один Леонид Дубров отвечает – однозначно есть. Ну, конечно, есть. По крайней мере, обнаружатся слабые места в некоторых категориях граждан. Тех, кто одинокопроживающих, или там многодетная семья, или сопоц, или злоупотребляющая. И мы, когда мы смотровая комиссия проверяем, мы можем вовремя найти те недостатки, которые имеются в этих семьях. Да, и как-то отреагировать на эти недостатки. Указать им, этим людям, которые там проживают, на эти недостатки. Есть, в основном, люди сознательные, конечно, они исправляют эти недостатки. Нынешний рейд смотровой комиссии проходил в рамках республиканской акции «За безопасность». Мероприятие направлено на снижение количества пожаров, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений. Представитель РОВД акцентировала внимание на то, что ни в коем случае нельзя сообщать никому свои персональные данные, коды банковских карточек, чтобы не стать жертвой кибермошенников. В последнее время на Мозорщине милиционеры вновь фиксируют всплеск такого рода преступлений.